Несмотря на то, что глава администрации Ульяновского метровграда и министр строительства ЖКХ и транспорта уже отчитались о планируемых работах на 2017 год, у депутатов остается большое количество нареканий. Главный вопрос, который мучает парламентариев, почему с каждым годом средства на ремонт дорог увеличиваются, а качество оставляет желать лучшего. В областном центре в этом году запланировано строительство пяти новых дорог в микрайонах комплексной застройки Центральной и Юго-Западной. Общая стоимость работ 750 миллионов рублей. Торги планируется объявить в марте, чтобы подрядчики смогли приступить к работе в конце мая. Второй блок работ касается капитального ремонта дорог. В текущем году на эти работы был выделен по сути из федерального и из областного бюджета сумма в размере 1 миллиард 100 миллионов рублей. Таких средств в городе Ульяновске никогда на ремонт дорог не выделялось. В частности, в прошлом году мы видели, что работ было тоже проведено достаточно много. Общая стоимость работы по капитальному ремонту составляла, по-моему, 57 миллионов рублей. То есть мы имеем практически трехкратное увеличение объемов ремонта этой работы. Работы будут сконцентрированы на проспектах Нариманово, улицах Урицкого, Кирово, Локомотивное, 12 сентября и Железной дивизии. Львиную долю средств получит и Дмитровград. В этом году у нас запланировано ремонт 8 автомобильных дорог общего пользования на общую сумму 89,7 миллиона рублей. Это улица Куйбышева, это въезд в город со стороны Самары в районе мостового перехода через реку Большой Черемшан. Это дорога к Новому кладбищу от улицы Шишкина по многочисленным обращениям избирателей. Это дорога улицы Гагарина от третьего интернационала до улицы Восточной. Дорога улицы 50 лет Октября. Депутаты пояснили главам администрации, что при ремонте дорог необходимо соблюдать комплексный подход. А значит уделять внимание не только строительству самого дорожного полотна, но и прилегающим тротуарам, остановкам и дорожным знаком. Еще раз убедительная просьба, рекомендация как угодно. Когда вы разрабатываете проектную документацию на ремонт дороги, ремонт дорог подразумевает замену основания, нормальный слой по нормам, который предполагается, ну и соответственно вся дорожная мебель, вся уличная мебель, которая предусматривается по нормативам. При укладке дорожного покрытия на всех участках будет использоваться щебеночно-мастичный асфальтобетон с битумными добавками. Самый качественный материал, по мнению специалистов. Дарья Сударева, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.